Сегодня у нас очень интересная собеседница, ее зовут Анисия Туманек, она генеральный директор, соучредитель института и холдинга Тукуларт и директор дирекции научных журналов холдинга. Здравствуйте, Анисия. Здравствуйте. Давайте, вот Анисия, она гражданка Чехии, и давайте для начала вы расскажете, а что, собственно говоря, вы делаете в Кыргызстане сейчас? В Кыргызстане я приехала с целью помочь и вести совместный проект в науке. У нас была встреча на прошлой неделе с Академией наук, Национальной Академией наук, и мы общались о продвижении науки Киргизии, научных журналов Кыргызстана. А вот совместно с профессорами Академии наук и учениками, студентами, потому что у нас есть студенческий журнал, где мы даем возможность студентам разных стран у нас делать публикации. Тогда подробнее расскажите о вашем холдинге, чем он занимается, что это такое. Это наш холдинг, называется Европейский институт или Токулар-студия. Там журнал, у нас есть европейский журнал. Он базируется в Праге, в Чехии? Нет, он находится в Астраве, город Астрав. Это Чехия? Это Чехия, да. И у нас там эта студия, мы занимаемся электронными выпусками научных статей и журналов. У нас статьи выпускаются четыре раза в год, журналы. У нас есть сборники, у нас мультимедийные журналы, также у нас есть книги. И мы публикуем их в самые лучшие архивы, базы данных. Есть такие достаточно знаменитые базы архивные. Это Скопус, самый такой высокий архив, и Web of Science. Вот поэтому я приехала с этой миссией, чтобы помочь киргизским ученым попасть в эти журналы, в эти даты архивные, чтобы они могли поднять науку на мировой уровень. Чтобы они могли заявить о себе, чтобы с какими-то своими научными статьями и их в поисковиках они потом отражают. Правильно я понимаю? Да, да, да. В архивах есть специальные знаки, или можно по названию статьи найти себя легко в этих базах. Какие требования предъявляются к статьям? Она должна быть на определенном языке? На определенном, на английском языке. Это самое, потому что это международный язык считается. И там уже определенные требования мы уже пишем, уже ровно тем, кто хочет эту публикацию сделать. Потому что там на самом деле очень большие требования, тяжелые требования. И мы помогаем в этом, чтобы они могли эти требования исполнить. При этом статья не обязательно должна была быть опубликована где-то ранее? Или она должна была быть опубликована? Человек может, узнав, что вот вы приехали, и есть такая возможность, вы поможете подготовить с нуля статью? Да, есть такая возможность. Поэтому мы хотим это делать, помогать вашим ученым, потому что не хватает достаточных знаний, наверное, или вот этой практики, как вот это вот все сделать. Конечно. У нас есть, мы занимаемся уже давно достаточно этим, и мы помогаем вот именно вот таких... Ученым, которых нет выхода на мировые... Ну, хотят выйти, выйти, им тяжело, потому что, ну, я говорю, требования очень достаточно жесткие. А это может быть, можно быть ученым в любой сфере, в любой области? В любой, абсолютно в любой. При этом это должна быть степень, нужно быть представителем какого-то научного сообщества, вуза, академии наук, или это может быть, ну, любой человек, который сделал что-то интересное? Да, может быть такое, да. Не обязательно у тебя степень, или в какой-то организации, или где-то в каких-то университетах работаешь. Может быть, ты обычный человек, который знает как, хочет свое что-то сделать, свое выпустить и дать на, как говорится... Сколько стоят ваши услуги? Наши услуги для Кыргызстана 80 долларов стоят. Одна публикация. Это немного, потому что мы знаем, что экономически это не так много для вашей... Не так это дешево, так скажем, для вашей страны. Поэтому мы хотим помочь так вот. В каждой стране у своей установочной цены. Понятно. Ну вот вы директор дирекции научных журналов холдинга. То есть я так понимаю, что в вашем холдинге много журналов? Много, не один. Их три, и будет еще два выпускаться. У наших основной это журнал, европейский журнал, он мультидисциплинированный журнал, потом у нас клерономы журнал. Это о науке, о культуре и культурном наследии идет у нас журнал. Там у нас есть автор своей книги, который создал ее. Я уже не помню в каком году. Это было в 2004 году. Александр Буйчик. И мы сейчас с ним будем совместно, выпуская вторую часть этой книги, клерономы, уже буквально после Нового года. Еще какие журналы? Еще у нас есть один журнал, это студенческий журнал. Он дает возможность студентам тоже делать. То есть не только ученые, состоявшиеся, но и те, кто только начинает свой путь в науке, могут с вами сотрудничать. Да, даем такую возможность. Что здесь? Мне кажется, что студенты особенно могут заинтересоваться сотрудничеством с вами. С какими вузами вы готовы сотрудничать? С какими студентами? Что нужно, чтобы обратиться к вам? Как вас найти? Нас найти можно на наших страницах. Или интернет-страницах. И есть раздел «Заявка». Туда подают заявку, и мы это рассматриваем оперативно. И потом уже связываемся с желающим, с заявителем. Давайте четко скажем, какой интернет-ресурс, как он называется, как его искать? У нас это Куларст, студия. Это и Европейский институт инноваций. Так, мы напишем... Да, напишите, пожалуйста, как это... Да, статья, вот, будут звуковая, мы в аннотации напишем, и будет еще отдельная расшифровка статьи, где мы укажем адрес сайта, по которому к вам могут обратиться как студенты, так и ученые, заинтересованные в сотрудничестве. Вузы, какие вузы могут? Вот студенты какие? Абсолютно любых? Абсолютно любых. Никаких? Форма собственности тоже не важна? Не важна. Просто каждый институт, допустим, своим чем-то занимается, да, экономика или институт экономики, там и право, и еще, ну, не будем продолжать, там, академия наук. Нет, просто они уже обращаются, и мы уже смотрим, куда их, по какому направлению будем вести, то есть, как в какой они хотят направление, экономика или юриспруденция, или право, или искусство. А как давно вы в Кыргызстане? В Кыргызстане я приехала две недели назад. Ах, вы еще только начали свое, и наша с вами беседа, это как раз вот такой анонс ваших возможностей. Но вы уже были в Академии наук. Есть ли заинтересованность в таком виде сотрудничества? Да, большая заинтересованность. Были очень рады встрече и благодарили за то, что будем совместно работать, помогать, продвигать науку Кыргызстана и академиков, профессоров этого института, или академии. Почему именно Кыргызстан? Кыргызстан, это был выбор ваш личный, это ваш холдинг так решил? Вы знаете... Это была ваша, инициатива вашего холдинга, не с нашей стороны, не с кыргызской. Да, да, это была наша, можно даже сказать лично, моя инициатива, потому что я здесь родилась. Вот, я тоже уроженка Кыргызстана, в городе Татмаке родилась, и мне хотелось сработать именно с Кыргызией. И потом у нас появился тоже почетный консул Кыргызстана в Чехии. И мы познакомились, у нас тоже были две конференции, мы знакомились, общались, и говорили, что будем совместно работать. Потому что тоже заинтересован консул работать. И каков потенциал? Вот, вы наверняка изучали этот сектор, прежде чем приехать и начать сотрудничество. Как вы думаете, будут ли, много ли статей из нашего научного сообщества подойдут под эти самые жесткие требования, о которых вы говорили? Да, это не очень просто. Эта работа достаточно глубокая и долгая. Чтобы достичь, допустим, таких результатов, попасть в такие престижные архивы, как Web of Sighting или Scopus, это надо работать 3-4 года. Поэтому мы будем помогать и продвигать. Надо просто чуть-чуть терпения. То есть, Анисия, вы надолго в Кыргызстане? Ну, я буду приезжать, уезжать. Мы будем онлайн делать какие-то встречи. На следующий год меня пригласили тоже с Академии наук поучаствовать в археологических раскопках. А, то есть... И в реставрации и консервации памятников архитектуры. А, то есть только сотрудничество в рамках статей не ограничивается вашей жизни? Нет, в Кыргызстан. Что ты... Ой, давайте об этом поговорим. Я так понимаю, что по образованию вы... Что-то связано с реставрацией. Да, я заканчивала художественно-реставрационный колледж, скульптор, лепщик-скульптор, и заканчивала потом в университет культуры и искусств. Это университет культуры и искусства университета. И факультет социально-культурной деятельности, так скажем. Еще у нас тоже программа связана с школьниками и студентами, желающими поступать в вузы, в престижные вузы Чехии. Ой, это тоже очень интересно, потому что сейчас образование в Чехии котируется на мировом уровне. И вы готовы также оказать содействие? Да, содействие в подготовке языковых курсов. Это чешский язык, основной язык, потому что требования в университетах при поступлении — это чешский язык. Можно и английский, но больше требований к чешскому языку. Там свои потом у них идут скидки, бесплатное, допустим, образование, когда ты поступаешь в университет, если ты знаешь чешский язык. Давайте очень подробно расскажем эту часть. Что нужно в школьнику? Во-первых, школа — это 11 лет, скоро у нас будет 12 лет. В каком возрасте школьнику нужно обратиться в вашу организацию для того, чтобы иметь перспективу поступить в вузы Чехии? Может, я 10-11 класс за последние два года по окончанию школы. Раньше не следует? Раньше. Можно, но лучше вот эти два года, чтобы не забыть вот этот язык, потому что все-таки мы интенсивно занимаемся с учениками. У нас после окончания курса идет практика. Они приезжают к нам, и мы с ними занимаемся с носителем языка. Вот. Потом у нас, они, заканчивается у нас практика, они сдают прям экзамен там, категорию, получают категорию. То есть вот за два года школьник с вашей помощью с нуля, ну поскольку вряд ли у нас есть значительное число детей, владеющих чешским, выучит так, чтобы поступить. Да, да. Есть у кого-то, у всех разные возможности, да, кто-то быстро язык схватывает, кто-то дольше, и поэтому даем... Кто-то не так быстро. Да, да. Но бояться нечего, не так уж, я скажу, сложно в разговоре. Там есть определенная своя, конечно, сложность, грамматика там. Вот, ну это все... Так, значит, смотрите, вы помогаете на первом этапе выучить язык, затем вы помогаете собрать пакет документов. Пакет документов, да, при поступлении в университет. Которые необходимы. Необходимы. И подать их в... В комиссию. В различные вузы или в какой-то определенный? В различные, в различные, которые я выбрал. Мы выдаем свой сертификат, что он прошел курс, и сдал экзамен. И там уже пишется категория, какая категория, там они уже... Комиссия уже сама определяет уровень вот этого знания языка. Значит, вы, как представитель вот этого холдинга, готовы сотрудничать с состоявшимися учеными по размещению научных статей в самых престижных научных архивах, со студентами. Со студентами. И со школьниками, которые намерены учиться в Чехии. Да. Кроме того, как я поняла, вы будете участвовать еще и, собственно, в научных проектах, касающихся поиска памятников. Вас кто пригласил? Пригласила меня Академия наук, ваша национальная. Вот. Я забыла, как фамилия. Людмила Михайловна. Верб. Я не помню. Хотела сказать, она как раз занимается вот в разделе археологии. Академия наук меня просто пригласили. И вы согласились? Да, я согласилась. Потому что не только мы там будем заниматься археологией, но и статьями, наукой, научными статьями. А что за, какие раскопки? Или пока ничего конкретного не было? Ну, у них есть программа, уже определенная программа, «Шелковый путь» называется. И мы будем там заниматься вот этими раскопками. Раскопками, исследованиями, описывать вот эти исследования, кто там участвовал, сколько эти исследования были, проходили, в каком городе. Вот это все об этом будем писать. Потом тоже будем публицицировать и работать вместе просто. А насколько вообще тесно сотрудничают научные учреждения Чехии и Кыргызстана? Сейчас пока мало еще. Сейчас только-только начинается такой момент. Вот приглашают в Чехию именно Кыргызстан учиться и работать, учиться или совместно сотрудничать с каких-то проектами. Уже есть крыгызстанцы, граждане Кыргызстана, которые учатся в Чехии. Я как человек, который занимается проблемами образования, могу сказать, что это достаточно популярное направление для образования в силу того, что ваша страна предоставляет бесплатные возможности, качество и стоимость. У вас есть ли какая-то это все сами дети сами едут? Я так понимаю, что вы тоже будете действовать как частная организация, никаких договоров с нашим правительством у вас нет. Пока нет, но есть в плане, мы хотим это все делать, дальше продвигать с консулом Чешской Республики с адатком Доминовой вместе фонд, разные фонды будем обращаться, с которыми мы будем работать и также будем помогать аргустанцам, желающим учиться работать. значит, давайте расскажите нам о ваших планах. Я так понимаю, что вы не намерены останавливаться только вот на этих трех пунктах, о которых мы говорили, что-то будет еще. Да, будет образование, может быть, чисто наша переквалификация и будет там какие-то направления, допустим, экономика, юриспруденция, IT-технологии. Вот у нас сейчас, кстати, курсы будут по веб-дизайну, проектирование, дизайн и 323D-программы, вот эти проекты. вы в данный момент приехали для установления контакта. Потом вы уедете и с вами можно будет связываться онлайн. Да, да. Давайте еще раз четко вот в конце нашей беседы четко резюмируем вот основные направления, по которым вы будете сотрудничать с нашим сообществом научным и как с вами связаться. Так, ну наше направление это главная наука, вот, потом образование и что еще? Тоже помощь в работе, вот устраиваться на работу, да, помогать в трудоустройстве. Именно ученым? Не только ученым и можно желающим, просто кто-то хочет приехать со семьей или подработать, будем тоже зачастливать и содействовать в этом. То есть таковое, вы это такое окно в Чехии для граждан Кыргызстана. Да, да, скажем так, когда-то раньше говорили окно в Париж, а у нас теперь окно в Европу для ваших. Значит, при этом в подготовке самих статей вы участие не принимаете, вы только готовую статью помогаете доработать, до требований. Да, помогаем. Нет, бывают такие моменты, что мы тоже ее редактируем, и наша студия Тукуларс тоже редактирует, помогает с переводами на английский язык, с оформлениями, со всеми делами, обложка, и вот помогаем, какие рекомендации уже просто подводим к чистому листу уже, ну, как к черновой работе, а к чистой уже работе. Так, значит, для ученых, для студентов это студенческий журнал, где публикуются также научные работы студентов, и школьники это перспектива обучения в Чехии. В Чехии, да. И вы лично еще будете участвовать в каких-то археологических раскопках? Да, ну, или исследования, так скажем, может быть, я не буду там раскопками заниматься, но исследованиями будем, да, на месте. По итогам которых также будут созданы соответствующие научные документы, научные работы, да, о которых вы, безусловно, нам расскажете. Да. Спасибо вам большое. С нами была Анисия Таманы, генеральная директора, соучредитель института и холдинга Тукулард, директор дирекции научных журналов холдинга. Подчеркну еще раз, Анисия приехала для того, чтобы наладить контакты с нашим научным сообществом, включая студенческое и школьное, для того, чтобы больше было контактов между учеными Кыргызстана и Чехии. Я надеюсь, что ваше сотрудничество будет продуктивным, и наши ученые получат доступ к этим, к этой базе данных. Да, очень хотел, потому что наука это действительно такая вещь, которую нужно поднимать и сохранять. если скажем так о сохранении памятников Этноса, то, конечно, сейчас большая проблема. Проблема, ее надо сохранять, чтобы мы могли потом передать своим потомкам то, что мы когда-то создали и сохранили. Спасибо большое вам за участие, спасибо за беседу, спасибо вам, что были с нами, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok